Продолжаем выпуск. Бытие определяет сознание. Эта фраза Карла Маркса крайне точно охарактеризует современное общество, где не только важно жить в комфортных условиях, но и стремиться к высоконравственным моральным ценностям. Путь к образованию всегда лежал через книги. Чем больше человек прочитал, тем выше его сознание. В эту пятницу отметили свой профессиональный праздник – хранители книг. В Тверской области, как и по всей нашей стране, также отпраздновали День библиотек. В Верхневолжье на сегодняшний день их около полутора тысяч. Они предлагают читателям широкий выбор книг – от детективов до редких старинных изданий. Какие интересные экземпляры бережно хранятся в Тверской библиотеке имени Герцена и как выглядит библиотека 21 века, рассказывает наш корреспондент. Отдел редких книг – гордость Герценки. Не каждая библиотека может похвастаться таким поистине дорогим богатством. Заведующий показывает редкие издания военных лет, дореволюционные буквари. Всего в фонде около шести тысяч редких книг. В том числе этот увесистый том, который привлекает внимание посетителей. Здесь, к примеру, у нас самая старинная книга в нашем фонде 1782 года. Это «Четь имени» святителя Дмитрия Солунского. Три тома «История государства российского Карамзина». Здесь также бережно хранятся атрибуты пионерии, вырезки из газет и журналов разных лет. Абсолютно другой мир – этажом выше, в читальном зале. Здесь уже 21 век. В печатном формате можно найти и взять почитать произведения современных авторов. Саядлая читательница Галина Семенова – гость в библиотеке на протяжении нескольких десятков лет. Историческую люблю литературу читать. Ну, детективы иногда. Семи лет как научилась читать. И хожу сначала в Пушкинскую, потом в Горьковскую, после Горьковской сюда поближе, в эту Герценскую. Согласно сложившимся стереотипам, молодежь в стенах библиотеки застать сложно. Ведь новые технологии шагают вперед. И практически любое издание можно найти и скачать в электронном виде. Но это мнение ошибочно. Многие представители молодежи предпочитают осизать шершавость бумаги, нежели гладкость дисплея гаджета. Ощущается книга, информация как-то лучше воспринимается, чем в электронном виде. От телефона зрение портится. Ну и удобно книге. Приятно почувствовать то, что можно перевернуть там страницу, а не просто листать телефон. Как рассказала руководитель библиотеки имени Герцена Елена Баранова, библиотека тоже не стоит на месте. Вовсю используются новые технологии. Подбирается литература под запросы современного читателя. Библиотеки 21 века это не те библиотеки, к которым может быть привык наш житель, обыватель. Как библиотека она развивается в нескольких направлениях. В том числе родовая функция библиотеки. Библиотека с бумажными книгами, носителем библиотека современная, вся электронная. И плюс еще массовая работа. Это когда мы квесты, различные вечера устраиваем. С профессиональным праздником сотрудников библиотек поздравила глава региона Игоря Руденя. Этот праздник объединяет сотрудников библиотек и их многочисленных читателей, которые ценят книги, культуру и живое общение с единомышленниками. Благодаря вам в Тверской области библиотечные традиции получают новое развитие. Цифровые технологии и внедрение современных методов работы служат увеличению числа книголюбов. В Тверской области в рамках реализации национального проекта «Культура» в Андреапре, Лихославле и Вышнем Волочке созданы модельные библиотеки. Это современное библиотечное пространство, отвечающее запросам посетителей разных возрастов. Учреждение предоставляется поддержкой за федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов и подключение к сети интернет. Субтитры создавал DimaTorzok